Нет стройкам на детским садам! Такие акции – нередкость для Сочи. Молодые гвардейцы и активное студенчество выходят на улицы города, чтобы сказать «нет» беззаконию. В Хосе, конечно, такая картина нова, что значит «накипело». Вместо торговых центров и многоэтажек жители поселка хотят видеть спортивные школы, площадки и зеленые зоны. Будем обращаться к мэру города, будем, чтобы больше возводилось детских площадок, спортивных площадок, тренажерных залов, чтобы дети могли заниматься, чтобы дети могли жить. Ведь Сочи – самый красивый город, самый курортный город, а Хоста – это жемчужина Сочи. Мы хотели бы, чтобы здесь было у нас не монстры, дома расстраивались, а чтобы у нас здесь было больше зелени, больше детского смеха и, естественно, больше спортивных объектов. Неоднократно строительные работы здесь прекращались благодаря работе правоохранительных органов, но потом возобновлялись снова. Мужчина, представившийся владельцем участка, сегодня заявил собравшимся, что здесь разместится его личная парковка. Многому собралось у него машин оставить некуда. Это моя личная парковка для моего личного транспорта. Первый заместитель главы района Юрий Бородачев утверждает, что стройка начата без разрешительных документов, и застройщикам предстоит встретиться в суде. Подключается полиция, которая ежедневно практически пытается остановить в силу своих полномочий данное строительство. Сегодня поданы документы в Хостинский суд для рассмотрения этого иска. И я надеюсь, что эти административные меры тоже помогут нам остановить данное незаконное строительство. В Сочи с начала этого года уже выявлено 152 капитальных объекта самовольного строительства. 115, они находятся еще на стадии рассмотрения в суде первой инстанции. По 37 уже вынесены судебные акты, по 11 вынесены решения о сносе, по 26 объектам до сих пор отказано по первой инстанции в сносе объекта. В службе судебных приставов на данный момент находится порядка больше 500 объектов самовольного строительства, то есть на исполнение. В 2013 году самовольных построек было на порядок больше. Исковые заявления в суды поданы по 751 объекту. Пока дела передаются в суды, застройщики продолжают возводить здания, что значительно удорожает снос самоволки. Ведь демонтаж по судебному исполнительному листу будет вестись за счет владельца. Сегодня в Сочи в работе находится 590 исполнительных производств по сносу незаконных объектов. Елена Всецына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.